Улыбки на лицах прихожан, благодатный колокольный звон, несущий по округе радостную весть. В истории храма преосвятителей московских, что в горках ленинских, новая долгожданная страница. Чин великого освящения совершил архиепископ Подольский Люберецкий Аксий. Мы, Богу содействующую, совершим великое освящение сего прекрасного храма, который выстроен вашими трудами, молитвами, заботами, материальным попечением и совершим в нем божественной литургией. Всех вас, дорогие мои, призываю к общей молитве, и Бог даст, причастимся к святых христовых тайн. С праздником сердечно всех вас поздравляю. На богослужении присутствовали глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и председатель Совета депутатов Ленинского городского округа Станислав Радченко. День действительно знаковый для нашей видновской земли. У нас сегодня появилась, на мой взгляд, жемчужина в виде вот этого замечательного храма. Я от всей души хочу поблагодарить и жертвователей, и строителей, которые, превозмогая в том числе и пандемию, которая осталась, я надеюсь, уже в истории, все-таки завершили строительство. За время возведения храма здесь появился свой приход. Вот и сегодня под сводами церкви больше сотни ее прихожан. Не только местные жители, но и люди из соседних округов и москвичи. Чувство потрясающее, потому что мы этот храм начинали с самого начала. Тут есть люди, которые этот храм практически строили своими руками. Он же начинался когда новый. Потом был нижний храм, потом верхний. И поэтому, представляете, сейчас такое событие, вот видеть, что это все возводилось на твоих глазах, ну, с Божьей помощью и с Божьей милостью. Чувство радости, чувство веры, что народ наш верит, нация возрождается. Все мы христиане, все мы православные. Это очень хорошо. Сегодня храм не вмещает даже всех желающих. Машин припарковаться негде. Все люди стремятся, потому что большой праздник, большой святой день. Это первая и долгожданная церковь на территории поселка. История началась еще в 2010 году с благословения митрополита Ювеналия. Строительство храма велось много лет всем миром на пожертвования верующих. Среди крупнейших благотворителей российский политик Дмитрий Саблин. На мой взгляд, это самая красивая церковь в нашем Ленинском районе, в Витнамском Болгочине. Самая светлая, самая нарядная. Вот эти красивые росписи, которые каждый желающий может приехать, посмотреть, полюбоваться. Внешне белоснежный храм выглядит немного аскетично, а вот внутри пышное убранство. Один из главных элементов – иконостас. На его вратах – образы четверых евангелистов и сюжет Благовещения. А справа и слева – иконы Спасителя и Богородицы. За ними следуют образы святых, в том числе и она Кронштадтского, Ксении Петербургской, преподобного Серафима Саровского. Росписью храма занимались 20 опытных иконописцев. И за два года им удалось создать настоящее произведение искусства. Северные и южные стены этого храма – там две композиции, которые, в общем-то, нигде не использовались в таком раскрытом виде. Собор новомоченников и исповедников российских. Там портретное сходство абсолютно всех, кто отдал свою жизнь. Показано, как разрушали святыни, как их опять восстанавливали. А по другую сторону – композиция 40 новомоченников севастийских, среди которых есть святой Илья. Это дань благодарности духовнику, патриарха московского и всея Руси, схемандриту Ильи, который и выбрал место в горках ленинских для церкви. В завершении праздничной службы настоятель храма перед святителей московских, отец Дионисий, выразил надежду, что храм всегда будет наполнен молитвой и прихожанами. На приход, на все, нужно, конечно же, время, чтобы он сложился. Поэтому мы находимся только в стадии того, чтобы он был полноценным. Вот сегодня за богослужением я смотрю и вижу, что в нашем храме есть еще места. Вот поэтому нам есть над чем работать. Всех хочется поздравить с праздником и с великим освящением храма. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.